Уважаемые абитуриенты, родители, капитан перворанга Даниэль, начальник отдела учебного центра Боготовой НБИ. Учебный военный центр наш был создан 1 января 2009 года, в стране было создано еще таких 37 центров, сейчас их 32. Целью учебных военных центров является подготовка офицеров в кадрах, то есть тех офицеров, которые будут в мирное время проходить военную службу на офицерских должностях при гражданских вузах. Наш учебный военный центр готовит по трем военным специальностям. Первая специальность это эксплуатация и ремонт крылатых ракет военно-морского флота, 10 мест. Эксплуатация и ремонт корабельного артиллерийского вооружения, 10 мест. И экономика, организация производства вооружения военной техники, то есть военные представители Министерства обороны, еще по-другому так называются, 20 мест. Значит, ракетчики, вот первая специальность, которую я назвал, и военпреды, они получают гражданскую специальность ракетостроения. Это факультет А, кафедра А, артиллеристы, то есть эксплуатация и ремонт корабельного артиллерийского вооружения. Они получают гражданскую специальность испытания и эксплуатации техники. Это факультет Е, кафедра Е1. Обучение у нас происходит в учебном военном центре в течение 4 лет, то есть с 1 по 4 курс. Затем студенты обучаются в 5 курс только гражданской специальности, и на 6 курсе они пишут диплом. Значит, наш выпуск в случае поступления в 2016 году, это 1 марта 2022 года. Студенты ходят один день в неделю в течение 4 лет в учебный военный центр, занимаются военной подготовкой, и остальные дни в неделю они обучаются по гражданской специальности, так же, как и гражданские студенты. Значит, наша особенность и основное отличие от военного училища, то, что наши студенты до выпуска не являются военнослужащими. Первый день военной службы – это 1 марта 2022 года. Поступление. Значит, чтобы поступить в учебный военный центр, вы должны обратиться в военкомат по месту своей прописки с просьбой создать личное дело на имя военкома. Официальное обращение происходит до 1 мая. Но так как сейчас 28 апреля, да, и у кого личного дела на руках нет, кто желает поступить в наш центр, значит, это можно сделать в течение мая. Значит, ну, написать военкому, объяснить причину, почему вы не смогли до 1 мая. Думаю, это все вопросы решают. Значит, военкомат создает ваше личное дело. Не путайте с личным делом призывника, который лежит в военкомате. Это отдельное личное дело для поступления в учебный военный центр в обыдовую имя. В этом личном деле должны быть две основные бумаги. Первая бумага – это медицинская карта вашей годности. Годность А – годен к военной службе. Либо годность Б – ограниченно будет к военной службе. Вот здесь вот наше преимущество перед военными училищами, потому что с группы Б в военное училище вам вход заказан. То есть вас не возьмут. Мы с группой Б берем. И вторая бумага – это карта профессионального психологического отбора. Она делится на четыре группы. Первая группа, вторая, третья, четвертая. Значит, мы берем с первой и второй группой, берем и с третьей, но согласно приказу министра обороны, значит, внимание, с третьей группой профотбора все абитуриенты, независимо от баллов ЕГЭ, становятся в конец очереди. Это не наша прихоть, это приказ министра обороны. Четвертая группа – это, считайте, два балла, это группа непроходная. То есть в учебный центр вы не поступите. И с этим личным делом мы берем с 20 июня по 25 июня прибывайте в приемную комиссию. Значит, секретарем приемной комиссии учебно-военного центра. Коим в этом году будет являться ваш похорный слуга, капитан первого обороны ДНС и Евгений. Сдаете мне личное дело. Значит, я вас подвожу к нашему оператору, который вас оформляет в нашей базе. Здесь еще один момент. Значит, у нас поступление точно так же, как в училище. То есть вы приезжаете только с подлинником. Сразу отвечаю на вопрос. А вдруг я не поступлю? Значит, если вы боитесь не поступить, вы страхуетесь и подаете копию в то место, которое вы выбрали резерву. Пожалуйста. Потом забираете подлинник. Если к нам не поступили, вы поступаете с подлинником на то резервное место, которое вы выбрали. К нам можно поступать только с подлинником. Значит, сдали подлинник. ЕГЭ у вас находится в базе. Сейчас сертификаты ЕГЭ не выдаются. И становитесь нашим абитуриентом. Значит, ЕГЭ русский, математика профильная, акцентирую ваше внимание, не базовая, а профильная, и физика. 25 июля закрывается база поступающих. Мы составляем первый рейтинг согласно вашим балам ЕГЭ. 27 или 28 июля, значит, вот это наша особенность, поступление в отличие от гражданской специальности, проводится экзамен, так же, как в военном училище, по физкультуре. 100 метров бег, подтягивания, и 3 километра бег. Экзамен сдается на стадионе Кировец, комиссии, в которую входит представитель кафедры физ. воспитания и представитель кафедры оставитель, представитель учебно-военного центра. Значит, ваши результаты, согласно переводной таблице, которая будет вывешена в приемной комиссии, переводится в баллы. Эти баллы по трем дисциплинам суммируются, получается общая сумма. Согласно, эта сумма переводится в баллы ЕГЭ. Так же, согласно таблице, которая будет вывешена в приемной комиссии. Значит, если вам интересно, запишите, я скажу, краевые точки. Значит, 100 баллов ЕГЭ, это 14 подтягиваний, 100 метров 13,4 секунды, 3 километра 13 минут 16 секунд. Минимальные, это 26 баллов ЕГЭ, ниже которых в учебный центр вы поступить не можете. Это 4 подтягивания, 100 метров 15 секунд 4 десяток, и 3 километра 14 минут 56 суток. Вот эти баллы ЕГЭ, которые вы заработали на физкультуре, прессуются физике, русскому и профильной математике. Составляется окончательный рейтинг, отсекаются первые 40 человек, которые приказом ректора 30 или 31 июля, как и целевой набор, зачисляются в БГТУ военметр и в учебный военный центр. Второй приказ ректора, который следует в этот же день, значит, говорит о том, что вы распределяетесь уже внутри учебного военного центра согласно специальностям, которые вы выбрали. Теперь внимание. Значит, у нас конкурс на артиллеристов, то есть Е-11, испытания эксплуатации техники, отдельный от военпредов и ракетчиков, которые будут обучаться по специальности ракетостроения. То есть, 11-й артиллерист, у которого баллы выше, чем у 30-го ракетчика, не может конкурировать с ним. Конкурс отдельный. Вот это наша особенность. Поэтому мы заранее должны выбрать, стать либо артиллеристом, либо военпредом, или ракетчиком. Вот ракетчиков и военпредов уже можно, как говорится, ну, перекидывать внутри вот этих 30 человек. А конкурс на Е и на А, они один. Все, после этого следует приказ обучисления. Значит, учитесь в Крест-Повоенной лет, как я уже сказал. Значит, у нас студенты учебного военного центра получают дополнительную стипендию от Министерства обороны. Значит, она кратно в три раза, то есть со второго курса вы получаете плюс еще три гражданские стипендии. То есть, предположим, стипендия 1100, значит, Министерство обороны вам доплачивает 3300. Если там 1500, значит 4500. Учитесь на четвертой пятерке, значит, умножается на полтора раза. Ну, то есть, привожу высший пример. Если отличник, то со второго курса можно получить стипендию до 3000. Как я уже сказал, 1 марта 2022 года у вас происходит распределение на воинские должности. Отказаться нельзя. Вы обязаны заключить контракт на 3 или 5 лет пожелания. Воинпреды распределяются по большим предприятиям заводам нашей страны. Это может быть как Санкт-Петербург, Москва. Также это может быть и Красноярск, Екатеринбург и так далее. Моряки, то есть, артиллерийские и ракетчики распределяются на все четыре входа. То есть, Черноморский, Северный, Балтийский и Тихотиарский и Каспийское плотио. Значит, после распределения, как я уже сказал, 1 марта назначаете старомольскую должность и убываете воинские части. После этого вы ничем от выпускников по статусу военных училищ не отличаетесь. То есть, вы такие же участники военной ипотеки. Значит, что это такое? Вход в инстерсообороны вам на счет переводят деньги. Ну, на сегодняшний день это 20, по-моему, 58 тысяч в году. Снять вы их не можете. Служите 20 лет, накапливаете вот эту сумму, там, 5,5 на миллионах, снимаете ее и переводите, переводите ее на жилье. Покупайте себе жилье. Причем, эта сумма не зависит совершенно ни есть у вас жилье, ни нет у вас жилья. То есть, вы, отслужив 20 лет, спокойно можете купить квартиру. Либо служите 3 года, государство вам предоставляет квартиру. Вот. Вы ее уже пользуетесь, но она переходит в собственность только через 20 лет в вашей военности. Ну, и, надеюсь, для вас является новостью большой, что военнослужащие у нас получают достаточно прилично. У нас не зарплата, у нас называется денежное довольствие. Вот. Особенно в северных и дальних районах, Дальнего Востока, Камчатка. Значит, зарплаты приличные. Вот. ракетчики, распределение атомной и подводной лодки, надводные корабли и береговые арсеналы и базы. Артиллеристы, надводные корабли, арсеналы и базы. Распределение военнослужащих я вам уже рассказал. Значит, еще раз обобщаемся вместе, 40 мест. Значит, 10 ракетчиков, 10 артиллеристов и 20 военнослужащих. Теперь по поводу вкратце военной кафедры. Значит, если учебный военный центр готовит, как мы говорим, войска, да, вы получаете поконы и пломбы, и мега, соответствующие специальности и обязаны ослужить 3 или 5 лет вооруженных сил. Военная кафедра готовит офицеров запаса, как правильно сказал Евгений Николаевич, которые в мирное время вооруженных силах не служат. Значит, офицеров запаса военная кафедра набирается 2 курса, обучение происходит со второго курса, только технических специальностей. Но, значит, два года назад выгодовый мег на военной кафедре стал готовить еще и сержантов запаса. Вот на сержантов запаса набираются также студенты из факультета ЭРК. То есть, пожалуйста, можно подать заявление, значит, отучиться на военной кафедре, стать сержантом запаса и после этого не проходить военную службу уничтоженных сил в Российской Федерации. критерия отбора на военную кафедру точно такие же, как учебные военные цены. Только все это происходит на... Ну, сам отбор происходит в конце первого курса, обучение происходит на втором, третьем оккурсе. Вот, в принципе, я основное все вам рассказал. Да, еще в конце хочу сказать, значит, о девушке. Иногда вопрос возникает, где-то ли вы девушек. Значит, ситуация какая? В нашем руководящем документе сказано, что если специальность позволяет, то можно набрать не более 20% от общей численности женского состава. Значит, ну вот, считайте сами. У нас получается военно-морской флот 20 мест, то есть можно взять 4 девочки и военпреды тоже 4 девочки. Значит, но это все определяет заказывающее управление. То есть соответственно управление военных представительств и управление военно-морского флота. Вот военно-морской флот вроде как сказал да, военпреды категорично сказали нет. Поэтому, ну вы сами понимаете, что из 4 девушек не создать даже взвод. У нас корабельная практика, это 3-4 курс, происходит на кораблях. Девушки на кораблях практик походить не могут. При распределении, соответственно, корабли их не назначены на подводные улыбки с женских мест. Поэтому, к сожалению, мы набираем только лист мужского пола. Значит, я свое выступление закончу. Пожалуйста, какие будут ко мне вопросы? Вопросы ко мне.